Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Да, действительно, сегодня 30 августа, и это последний выпуск на канале Штельман этим летом, третьим летом войны. Кто бы мог подумать, три лета мы воюем. Когда вы помните последнее мирное лето? Мирное лето 21 года, да, с его ковидом, и 20-го, да, с его ковидом и ограничениями. Пожалуй, последнее нормальное человеческое лето было в 19-м году. Ну, хотя ковид с войной не сравнить, конечно, потому что война жертв не выбирает. Да, вот и лето прошло. Ну, знаете, еще, может быть, завтра, суббота, завтра у меня не запланировано никаких выпусков, не ждите, если чудес не произойдет. Произойдет чудо, то завтра будет стрим. Но это если чудо. Чудес не планируется пока что. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист, прилипало, и прямо в руки легло, только этого мало. Да, пророческая песня, согласен. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятиполы, прямо в руки легло. Что могло ли сбыться в августе этого года, что в России начнется какая-то огромная вселенская катастрофа? Могло, потому что август традиционный месяц, когда в России все идет к чертям собачьим. И это получилось. Мы захватили, начиная с 6 августа, значительную часть Курской области, продолжаем ее удерживать, продолжаем расширять там плацдарм. Так что да, прямо в руки нам легло все, что сбыться могло. Да еще и в августе мы отдельно потопили корабль. Это уж в августе традиция в России, чтобы что-нибудь тонуло. И мы утопили на этот раз паром с 27 цистернами. Так что песня пророческая. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, Все горело светло, только этого мало. Снова могу похвастаться. Да, действительно пророческая песня. Все горело светло. Сгорело сначала, ну кроме того парома, который потом утонул, сгорела нефтебаза в Ростове, в Пролетарске. Полностью все 66 цистерн, как одна в едином порыве, сгорели. Прямо сейчас горит вторая очередь, так сказать. Вы знаете, да, что вторая нефтебаза, тоже цистерны, продолжает полыхать. Туда даже не стали отправлять пожарных. Они очень устали на прошлом пожаре и взяли перекур на это время. Поэтому все действительно горело светло и горит светло. К сожалению, сегодня могу сказать, что в Сумах тоже горит, и там не светло и не радостно. Потому что россияне сегодня ночью попали в какое-то производство, связанное с нефтехимией, возможно, с бытовой химией. И там сейчас очень загрязненный воздух. Жители Сум дорогие, берегите, не выходите на улицу. Защищайте свои дыхательные пути, потому что пожар продолжается в Сумах. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Но тут каждый из выживших, не все пережили из нас август. Но кто выжил, может это сказать, что да. Несмотря на самый массированный обстрел, который Россия предприняла в этом августе, с использованием 127 ракет и 109 шахедов, тем не менее жизнь действительно брала под крыло, берегла и спасала. И нам и вправду везло. Только этого мало, потому что, к сожалению, во время этого обстрела исторического теперь уже, который был буквально в этот понедельник, когда россияне выпустили рекордное количество беспилотников и близкое к рекордному количеству ракет, к сожалению, одно из крыльев, вот то, что жизнь-то брала нас под крыло, но это были крылья F-16, под которые нас брала жизнь. И пилот Алексей Месь с позывным Мунфиф погиб во время этого обстрела, когда спасал нас. Спасал нас от этого обстрела. Разбился вместе со своим F-16. Мы не знаем, нам не сообщают, что случилось, в чем причина этой катастрофы. Мы знаем точно, что это не россияне сбили F-16, им не надо тут праздновать свою военную победу. Это что-то случилось, неизвестное нам. Погиб наш пилот и разбился первый F-16. Пилот, гибель пилота, это огромная трагедия, конечно же. F-16, поверьте, заменят и не заметят. В смысле этих F-16, этих, как у дурака бафантиков у американцев. Поэтому F-16 просто пришлют новый. Но летчика не вернуть. Слава герою, вечная слава герою, который спасал нас. Спасал нас от вражеских ракет, от российских варваров и погиб во время. Во время этой военной операции. Что еще есть в этой песне? Ну, давайте посмотрим. Листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло. Только этого мало. Только этого мало. Нам мало того, что в России сгорели две нефтебазы, утонул пароход, что мы захватили там 1300 квадратных километров, сожгли все их мосты. Нам этого мало. Нам этого мало. Конечно, многие ожидали от августа, знаете, говорят, вот август, Россия, тот период, когда все случается самое ужасное с Россией. Так нет. Все ждали почему-то, что умрет Путин или он его отстроят от власти. Но нет, 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 не так. Все устроено отнюдь совершенно не так. Так, августовские события, как их называл товарищ Горбачев, это всегда предтеча больших перемен в Российской Федерации. Например, взять то, откуда все это пошло, 91-й год. Путч, путч, коммунистический путч, ВГКЧП, ГКЧП, точнее, просто ГКЧП, Государственный комитет в учреждении положения, они на время отстранили Горбачева, но тот через три дня вернулся, но уже 30 декабря ушел от власти и развалился Советский Союз. Было такое, было такое, было такое. Так что в августе случилось, а результат пожали к новогодним праздникам. Вот я уверяю вас, что в России все так и будет. Сейчас в августе только зажгли, разожгли пламя, а пожать придется к новогодним праздникам. Я заранее не говорю к каким, но к новогодним праздникам. В России власть менялась всего дважды. Первый раз, когда Советский Союз распался, и вместо Горбачева, собственно, появилась Российская Федерация, новая страна абсолютно, ее возглавил Ельцин, и все это было 30 декабря 1991 года. А потом, да, в августе Путч, в декабре меняется власть. Потом в августе 1999 назначили Путина, исполняющим обязанности премьер-министра Российской Федерации, и 31 декабря, как вы помните, Ельцин ушел в отставку, и главой государства стал Путин. Поэтому перемен в политическом смысле в России мы ждем только в декабре, в новогодний праздник. Ну, это, так сказать, прогноз прогнозочный, простите меня. Теперь к делам сегодняшним. Проводив лето, давайте встречать осень. В чем будет заключаться наша осень? Осень в небе жгут корабли. Да нет, мы корабли жжем везде, где найдем российские, что в небе, что в море, везде будем жечь корабли, но не об этом речь. Мне кажется, что сентябрь станет месяцем Америки для нас. Если в августе, безусловно, центром нашего внимания был Курск, Курская область, и, возможно, моря, Черное море, то сейчас будет Америка. Недаром наша делегация вот сейчас прямо находится в Америке и впервые показывает план, по каким точкам надо бить атакамсами и просит разрешение бить атакамсами по конкретным целям на территории Российской Федерации. А в сентябре обещал туда поехать Владимир Зеленский со своим планом Победы. Сам план Победы я вам осветил уже на этой неделе, и я думаю, что поедет он, конечно, в привязке к Генеральной Ассамблее ООН. Генеральная Ассамблея ООН открывается 10 сентября, но там еще будет саммит чего-то мира или чего-то на этой Генеральной Ассамблее, не помню, что саммит. Счастье. Нет, саммит будущего. 23 сентября, то есть где-то между этими датами, не знаю, в какую, Зеленский туда поедет. Кроме того, в Америке разворачивается предвыборная кампания, и сегодня мы о ней обязательно с вами поговорим. Но вообще, сегодняшний день посвящен, конечно, теориям заговора и шпионажа. Мне вчера понравилось. Я вчера рассказал вам все подробности о том, как же таким великим человеком стал знаменитый Соловей. Откуда он знает все, что происходит в Кремле и так далее. Я полностью его разоблачил, и вы отозвались. Этот ролик вчерашний просмотрело, ну, близко к рекордному числу зрителей. Я не знаю, на момент, я думаю, публикации вот этого видео, там будет 360 тысяч примерно человек посмотрит. Вчерашний ролик. Пример. Это четвертый результат за всю историю канала Шательман. То есть всем интересные теории заговора, теории шпионажа. Никому серьезные, значит, новости рассказывать получается не надо. Так я понимаю. 1500 человек подписалось за последние сутки на канал Шательман. То есть, по-вашему, нужно, чтобы я ставил громкие заголовки, и вот это все, да? Но нет, я не отступлюсь от своих принципов, и я не буду ставить фальшивые заголовки. Не буду кричать «Путин все!» и так далее, и так далее, и так далее. Когда у меня есть действительно настоящая, подлинная история рассказать, подлинная возможность рассказать всю правду про деятельность Соловья, то я это делаю. Тогда заголовок про это. Когда нет, то заголовок не про это. Поэтому сегодня заголовок посвящен шпионам. Художественный фильм «Шпионы, как мы», помните, наверное. Вот мы все немножко себя чувствуем шпионами последние дни. Вы заметили, да? Разоблачение Соловья, ну это ладно, но разоблачение такого шпиона, как Илон Маск, ведь это я первым и единственным сказал вслух «Илон Маск, русский шпион». Сколько людей смеялись, боже мой. Ну что, ну вы утрируете, ну что вы, Михаил, ну как так можно? Мама мне запретила называть Илона Маска русским шпионом. А он оказался русским шпионом. Эта неделя прямо четко прояснила, что да, вот все бумаги, все документы, да, на деньги русских олигархов куплена социальная сеть Twitter. Причем ровно как я вам рассказывал. Сегодня поговорим про оставшихся еще русских шпионов. Их много. Посмотрим, кто из них русский шпион. Сделаем, возможно, какие-то прогнозы на эту тему. В частности, потому что же будет дальше с Павлом Дуровым и его детищем Телеграмом. Но одну штуку я вам так для затравочки расскажу. Да, вы, кстати, подпишитесь на канал Штельман. Ну что мне реально, каждый раз какие-то заголовки делать, да, специальные. Подпишитесь прямо сейчас на канал Штельман, где бы вы не смотрели это видео. Если вы смотрите его не на канале Штельмана, то надо как сделать? Надо внизу в описании найти надпись, как там пишут, господи, господи, как там пишут, да, я забыл. Подпишись на канал Штельман. И ссылка, да, подпишись. Перешли на канал Штельман. Это в этот момент вы не подписались, только перешли. И дальше нашли кнопку подписаться и подписались. Все очень просто. И лайк, конечно, поставьте этому видео. Значит, как вы знаете, Зеленский объявил, что едет в Америку сейчас, в сентябре. То есть вот, начиная с воскресенья уже может приехать. И будет там показывать план победы Украины. И пока что он его трем людям. Он покажет Джо Байдену, как президенту США, и двум кандидатам президента. Камале Харрис и Дональду Трампу. О них мы сегодня поговорим отдельно, об экшанском победе. Вроде как, понятная логика. Действующему президенту и тому, кто один из них будет будущим президентом. Что бы я сделал на месте Зеленского, сейчас расскажу. Там же в этом плане, только никому. Это строго между нами, нас сейчас никто не видит, не слышит. Там же в этом плане, первый пункт, это история про Курскую область. И там как раз тайная часть. То есть, что мы собираемся делать с Курской областью, куда двигаться. Вы поняли. Ну так как в классическом шпионском фильме надо сделать, как в классическом любом детективе. Надо дать три разных плана трем разным людям. Байдену сказать, что мы пойдем на Курскую атомную электростанцию. Трампу, что мы пойдем на Москву. А Камале Харрис, что мы будем брать Белгород. И дальше смотреть, где россияне будут строить свои заградительные сооружения оборонительные. Это будет первое шпионское разоблачение. Рыбачил с причала апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Спаситель ответил, спокойно, Андрей. Никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Но, учитель, на касках блистают рога, а черный ворон кружит над крестом. Расскажи мне сейчас, пожалей дурака. А распятие оставь на потом. И вот тогда апостол Андрей, в тот день, когда Христос так жестоко с ним поступил, если верить версии группы Наутивус, он тогда, в общем, понял, что жизнь-то надо жить по-другому. И прожил действительно великую биографию. Он вошел во все, так сказать, книги и так далее, и так далее, и так далее. И был даже, как мы помним, распят в Патрах в 1900. Просто в 67-м году. Без 1900, естественно, просто в 67-м году. На так называемом Андреевском кресте. Вот таким вот, поэтому, Андреевский флаг, что это был Андреевский крест. К чему я все это? Если бы апостол Андрей знал, к чему все приведет его вся эта биография, я думаю, он бы это, он бы продолжил ловить мирно рыбу. Потому что сегодня, 30 августа, в день 70-летия Александра Григорьевича Лукашенко, Владимир Путин, вознаменование, так сказать, его вклада в выдающиеся заслуги в развитии отношений союзнического и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, наградил Александра Лукашенко орденом святого апостола Андрея Первозванного. Вот стоило бы жить такую огромную биографию, чтобы тебя распяли повторно на груди у картофельного фюрера Лукашенко. Ужасная судьба, как мне кажется, постигла апостола Андрея. Но не о нем сегодня речь. Сегодня скорее про Лукашенко. Да, ему сегодня 70 лет. Поздравлять не будем, как говорится, о мертвых или хорошо, или ничего. Но на этой неделе Лукашенко успел выделиться. Я думаю, что поэтому и получил орден. Чего бы его вдруг стали высшей наградой Российской Федерации награждать. Он сказал, а ведь я могу сыграть по-другому. Он сказал на этой неделе Александр Лукашенко. А что это вы думаете, что я всю жизнь буду за Россию воевать? Мне тут разные предложения поступают. Поступает предложение перейти на сторону Украины. Вот это была бы, черт возьми, интрига. Вот давайте вспомним, раз августовские события и потом Новый год. Августовские события, ГКЧП, вся вот эта история. И дальше распадается СССР за счет того, что РФ, Беларусь, Украина подписывают Беларусьские соглашения и распускают Советский Союз. Ну, может, вот сейчас пришло время Лукашенке одуматься, перекраситься. Кстати говоря, апостола Андрея изображают в каноническом виде, обычно в одеждах красного и зеленого цвета, как нынешний флаг Беларуси. Перекраситься, как говорится, уже в нормальной БЧБ и перейти на сторону добра. Пожалуй, это единственное пожелание, которое я выскажу сегодня в адрес 70-летнего Александра Григорьевича Лукашенко. Но уже на восьмом десятке пора о вечном подумать и догадаться, что вечное на стороне Украины, что вечное на стороне цивилизованного мира, на стороне Европы, на стороне Соединенных Штатов Америки, Японии и так далее. Уж точно не на стороне Российской Федерации. На восьмом десятке думают о вечном. Российская Федерация – это временное недоразумение на этой планете. Удумайтесь, Александр Григорьевич орденоносит свой наш первозваный. Отдав свой главный орден Александру Лукашенко, Владимир Путин во вторник направится в одну большую, но гордую страну в надежде получить главный орден уже той, в свою очередь, страны. Что это за большая, но гордая страна, вы, наверное, догадались. Это Монголия, Великая Монголия. Почему большая? Потому что площадь Монголии так-то это в два с половиной раза больше, чем площадь Украины. Это примерно треть площади Евросоюза, площадь Монголии. Хотя население меньше, чем население Киева. Население всей Монголии меньше, чем население города Киева, насколько я помню. Итак, Путин едет в Монголию. Казалось бы, после того, что человек съездил во Вьетнам, чему же нам удивляться? Но нет, есть чему удивляться. Дело в том, что Монголия подписала римский статут. Украина только две недели как, а Монголия уже давно, лет 10 или 20 назад подписала все эти римские статуты. Стала членом Международного уголовного суда. Мало того, в прошлом году, по-моему, впервые Монгол, гражданин Монголии, назначен судьей Международного уголовного суда. То есть Монголия обязалась выполнять все его условия и все его ордера на арест. То есть, по правилам, если монголы поведут себя по правилам, они должны будут этого самого Путина, который приезжает туда 3 сентября во вторник, арестовать. Но, по всей видимости, конечно же, Путин летит туда, потому что есть договоренность о том, что арестован он не будет. Есть миллион нюансов. Почему он вообще туда едет? Потому что они собираются праздновать, это, наверное, россияне придумали, не знаю, 85-летие великой победы российского и монгольского оружия в боях на реке Холкингол. Ну, мне было бы смешно, если бы мой дедушка там не воевал, а мой дедушка там воевал. Не знаю, на чьей стороне, Монголии или Советского Союза или Японии, но точно, что воевал, медали я видел, не помню просто на каком языке они были. И вот Путин туда едет праздновать 85-ти, да, 85-ти, нет, странно, ну да, 85-ти, все правильно, в 39-м году были эти бои на реке Холкингол, 85-летие этих боев. На самом деле, тогдашняя Монгольская Народная Республика, которая как бы примкнула к советскому слону в этой войне, это было что-то типа ДНР такой, понимаете, в каком-то смысле, я так подозреваю. Потому что ее организовали сначала белые, барон Унгер отвоевал эту Монголию у Китая и провозгласил ее независимость, подарил ее сухобатору, ну и дальше там пошло-понеслось. Ну, а такой же полноценной страной она стала, по-моему, по результатам Второй мировой войны. А тогда это было таким чем-то типа советского протектората. Вот в эту Монголию едет Путин. Мне интересно, арестуют его там или нет. Я понимаю, что договоренности есть. Давайте дьявола в мелочах, как всегда. Первое. А не могли ли сторонние эти, как его, друзья Путина, специально сплавить его в Монголию со словами «мы договорились». Володя, мы договорились, тебя там не арестуют, а ты продемонстрируешь всему миру, что смотрите, я поехал в страну, где римский статут действует, где меня должны были выдать, но меня не выдали. Правильно? Значит, остальные, у кого есть римский статут, типа там в Бразилии, тоже имеют право меня не выдавать. Или ЮАР, например. Но, как вы помните, в ЮАР он ехать отказался именно по этой причине. Возможно, возможно. Но могли ли его же его близкие сторонники подвести, а вдруг договоренность ненадежная? Но есть гораздо более, я понимаю, что это уже теория заговора и действительно шпионская теория, но есть гораздо более серьезный подход к этому вопросу. Монголия – демократическая страна. Это не тоталитарное государство, где может один человек решить судьбу Путина и сказать, так, Путин не арестовывает, или Путин арестовывает. Нет. Демократическая страна, где есть суды, наверняка они в какой-то степени зависимы, поскольку это не на 100% идеально демократическая страна. Но последние парламентские выборы в Монголии прошли только что. Вот сейчас, в июне 2024 года. И правящая партия, Монгольская народная партия, получила на них 35% голосов. А оппозиционная демократическая партия 30%. А третье место еще заняла трудовая партия, которая набрала 10%. И там страсти были прямо вот нешуточные. Там убивали оппозиционера и сбит до смерти член демократической партии и губернатор города Санд. Губернатор города Санд, да, Вайанмун. То есть там была настоящая, огромная, серьезная политическая борьба. Да, в результате власть сохранилась у Монгольской народной партии, которая получила 68 мест. То есть как бы относительное большинство, по-моему, 54% мест в парламенте. Но это худший ее показатель с 2012 года. И о чем это все говорит? Вот он приедет, а предположим, договорились они с премьер-министром и с Монгольской народной партией. А в этот момент демократическая партия скажет, стоп, 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 стоп. И подаст в суд монгольский, ну-ка арестуйтесь, пожалуйста, господина Путина. Может такое произойти? Может такое произойти. Мало того, вот вам шпионская теория. Ну хорошо, а у ЦРУ США и МОСАДА нашего любимого, что нет в Монголии своих людей, в Народной партии, чтобы попросить подать в такой суд? Я думаю, что есть. Как минимум можно вызвать настоящий переполох в Монголии. Как минимум можно попытаться заставить Путина позорно бежать из Монголии от преследования. Это возможно. И это может нас ожидать уже во вторник. Посмотрим, как все это пройдет. Но почему я вспомнил про орден, потому что какая-какая-какая ирония. Как вы помните, наверное, Монголия за время этой войны, в частности, запомнилась нам заявлением, письменным мемчиком от лица бывшего президента Монголии, который опубликовал у себя в фейсбуке. Бывший президент Монголии. Это так же сложно сказать, так же сложно произнести, как слово поля, 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 ны и ца, поля, ны и ца, поля, ны и ца. Так вот. Са-хи-а-гин-эл-бэ-гро-р-ж. Нет, сейчас. Са-хи-а-гин-эл-бэ-гро-ж. Нет, неправильно. Са-хи-а-гин-эл-бэ-г-дор-ж. Это бывший президент Монголии, который опубликовал у себя в фейсбучеке историческую карту Монголии, которая включает, естественно, всю территорию России, за исключением Москвы. Города Москвы он почему-то исключил. Когда он опубликовал эту карту, опубликовал ее после интервью Путина Такеру Карлсону, где Путин рассказывал про какие-то свои исторические земли, то, соответственно, Путин рассказал о Цахиагинэлбэгдорже. Сказал, ну подождите, тогда все о вашей России, это историческая наша Монголия. Мария Захарова в ответ выступила и сказала, что косорылым фашистам слова не давали. Я уверен, что это заявление было переведено во всех монгольских СМИ. Свободная пресса в Монголии существует. И во всех монгольских СМИ это заявление было. И к россиянам должны очень плохо относиться. Очень. Я имею в виду необычных россиян. Там границы рядом, люди торгуют, я уверен. Там все нормально. Приграничная торговля идет. Туристы из Забайкалья, ну туристы опять-таки, мешочники из Забайкалья приезжают за знаменитой конской колбасой. Все есть. Но к властям России должны относиться очень плохо. И народный протест это может все вызвать, мне так кажется. За вот этих косорылых фашистов монгольский народ может захотеть отомстить. Ну и конечно главной местью станет награждение Путина высшей государственной наградой Монголии. А высшая государственная награда Монголии это орден Чингисхана. Это было бы очень символично. Наградить орденом Чингисхана московского гауляйтера. Да, ну то есть как бы есть в Москве наместник, которого назначили монголы вместе с китайцами и награждают его высшей своей наградой орденом Чингисхана за то, что хорошо присматривает за интересами Монголии в дикой Москве. Ну а меня вы знаете чем наградить. Я думаю, что сегодня к вечеру будет уже 509 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что к стриму можно стать 510. Почему я надеюсь? Потому что как бы проводить лето 510 тысячами подписчиков было бы для меня очень круто. Давайте, пожалуйста, подпишитесь, чтобы в последний день лета я возврадовался как Путин и как Лукашенко. Субтитры подогнал «Симон»!